Привет! Сегодня смотрим с вами на Кершу Тумблер. Да, Кершу, но вот с таким вот классным дизайном. Классным прежде всего тем, что я очень люблю в принципе дизайн от Дмитрия Синькевича, дизайнера данного ножа, который родился в 78 году в Беларуси, где вырос, закончил Белорусский национальный технический университет. Несколько лет назад он стал сотрудничать с различными брендами ножевыми, в том числе с итальянским брендом Фантони. Не так давно Дмитрий Синькевич заключил контракт о сотрудничестве с японским таким прославленным ножевым предприятием, как Рокстед, который выпускает супер дорогие, но супер классные ножи. Ну и соответственно он еще делал ножи для Zero Tolerance ранее. То есть его дизайн сразу пошел в Zero Tolerance, в так скажем дорогие ножи, в более дорогое подразделение. Мне они очень понравились и, кстати говоря, когда брал ножи в руки от Синькевича, всегда, когда вживую их смотрел, всегда впечатление было, я даже говорил как-то в одном из своих видеороликов, там несколько лет назад еще про это, что впечатление лучше, чем ожидаешь. То есть ожидаешь, что это будет просто нож, но берешь в руки, смотришь, как он сделан, насколько он какой-то, вот он прям вау. Вау впечатление, вау эффект от ножей от Синькевича, они у меня всегда присутствовали, и в этом смысле Дмитрий, конечно же, большое ему уважение. Так вот, нож, соответственно, делается талантливым ножевым мастером, да, это безусловно дизайнером, вот, безусловно это так. Тут вообще просто бесспорно, я не знаю, насколько вы оцениваете по дизайну, но повторюсь, вживую вот такой эффект почему-то от ножей от Дмитрия, у меня, по крайней мере, всегда присутствовал, по-моему, даже не только у меня, у всех, кого я спрашивал, то есть смотришь, ну, как бы, вроде бы и нож, и нож, но берешь в руки, начинаешь вот крутить, вертеть, пользоваться, и понимаешь, что это, это прям вау, прям реально талантливо. Так вот, здесь у нас применяется сталь Д2, немножко попроще, чем на Заратоле Рансда, получается, ну, вот видите, Синькевич дизайн. Д2 у нас, да, изготавливается этот нож в Китае, Чайна, маленькая-маленькая надпись, едва ли заметная, вот, но, соответственно, это делает нож этот более доступным, чем его творение в Фантоне, в Рокстед, или, соответственно, в Заратолеранс. Существенно более доступнее, но вы получаете точно такой же, фактически, по дизайну нож, но с более простыми, может быть, немножечко материалами, как бы, ну, немножечко попроще, конечно же, вот, но зато без какой-то большой-большой переплаты. Вот, сталь Д2, это 60-62 единицы по шкале Роквелла, по обуху, у меня получилось 3 мм, по сведению 0,5-0,6 мм, по весу 77 грамм. Стиклостик соли G10 плюс карбон файбер применяется на рукояти, все это необычно сделано, давайте попробуем посмотреть более близко, то есть, вот такая вот насечка, насечка довольно хорошо цепляется, то есть, как бы, ну, есть ощущение того, что все-таки она присутствует, не знаю насчет практичности, в плане того, чтобы сюда не засорялось, ну, наверное, какой-то, такой, скажем так, старой щеткой какой-нибудь, может быть, даже зубной, которую вы бы хотели выбросить, наверное, придется как-нибудь прочищать, хотя, не знаю, может быть, это будет у нас все вычищаться, особенно вот с этой стороны, но вот это единственный вопрос, который у меня возникает, да, такой немножко эффект здесь расчески, получается, присутствует, то есть, его цепкость, как вы можете себе представлять, вот, примерно такая же, да, то есть, как бы, вот, по ощущениям, то есть, ну, цепляется, не архи-зло, но цепляется, необычно сделано, по крайней мере, Выглядит все очень даже необычно Соответственно, замок на начало пяты заходит Здесь у нас чуть-чуть Сюда, по-моему, не по центру Самую малость, но потому что это все-таки уже Китай По сборке И, соответственно, клипса Клипса адекватная по жесткости Посадка максимально глубокая Но, опять-таки, у Дмитрия этот плавник Все формы, как они сделаны Кстати говоря, очень агрессивные изгибирующие кромки Учитывая невысокое сведение И вообще, если вы не смотрели, то посмотрите Как я тестировал заводскую заточку Буквально на бумажке, но там сразу все понятно Кто из них с завода заточен Действительно достойно И вот в данном случае Тумблер как раз-таки один из лидеров был По своему резу Вот так вот с завода, сразу с ходу Он очень-очень классно режет По всему прочему, здесь у нас применяется Кстати, бэкспейсер, я вам не сказал еще Бэкспейсер из материала ЖРН Применяется, это такой тоже специальный Ну, скажем так, термопластик Вот, система открывания Вот что хотел сказать Система открывания складных ножей КВТ Здесь применяется фирменная Кершевская Они, по-моему, ее впервые стали Ножей применять, разработали Это у нас, по сути, что обозначает Это КВТ Это у нас подшипник Используется либо 7, либо 9 шариков То есть, в сепараторе Вот, который, соответственно, изготавливается из полимерного материала Либо из латуни Вот, и, соответственно, используются шариковые такие подшипнички С одной стороны, с другой стороны Которые обеспечивают, соответственно, ножу очень хороший Вот такое лихое раскрывание И, соответственно, очень плавное, приятное закрывание ножа То есть, на самом деле, по механике Здесь все просто замечательно Приятно ножом пользоваться Прям вот падает он под собственным весом Смотрите, вот, ну, буквально, вот, оп, и все То есть, ход действительно очень хороший Как для флипера Ну, и пользоваться ножом, держать его в руках Действительно, очень-очень приятно Позиционируется нож как Everyday Carry Нож для EDC И, на мой взгляд, для EDC-ножа подходит отлично За исключением только того, что сталь D2 Она полу-нержавейка То есть, за ней нужен небольшой уход Но, в принципе, я считаю, что довольно кощудственно Любой нож, там, когда вы попользовались Сюда в чем-то таком сыром, так скажем, да Там, ну, не знаю, условно говоря Порезали торт, вы что, будете его вот так вот складывать? Но я думаю, что нет Вы его, скорее всего, помоете Помоете вы его, что будете, вот так вот складывать? Я думаю, что нет То есть, у меня, по крайней мере, всегда есть с собой Платочек, так скажем, да Который можно там назвать носовым платочком И так далее То есть, ну, небольшой карманный платочек Которым я, соответственно, протираю нож Если вы будете протирать нож Который из полу-нержавейки Как в данном случае, из D2 То ничего с ним, в принципе, происходить не должно Если, конечно же, допустите, что он у вас будет в сырости Прям, да, мокрым То может пойти небольшой, небольшой такой питинг ржавчины Который нужно вовремя очистить Соответственно, вот и все, по большому счету Но D2, это, получается, сталь Которая будет обладать очень хорошими Такими выносливыми, износостойкими вот этими моментами Да, стойкость очень высокая у D2 Опять-таки, твердость 60-62 единицы по шкале Роквелла Это очень высокая твердость И, соответственно, ну, тут приходится жертвовать тем Что, чтобы обеспечить невысокую стоимость ножа И высокие рабочие характеристики стали Приходится жертвовать тем, что она такая полу-нержавейка Это не прям углеродка, которая Если порежете продукты и прям чувствуете на яблочке вкус металла Там, да, или еще чего-то Такое бывает, когда чистишь углеродистым ножом Какой-нибудь продукт режешь Потом прям чувствуешь прям вкус, привкус Вот металлический на продуктах остается То есть быстрое такое вступление в реакцию происходит Вот, ну и здесь, получается, такого эффекта само собой нет То есть можно им яблочко почистить Все можно, никакого привкуса ничего не будет Просто немножечко больше ухода Сполоснуть нож после использования и протереть Вот, без фанатизма Без какого-то этого Но немножечко нужно Вот, ну, в принципе Если у меня нож даже из полностью нержавеющей стали Который как бы не боится совсем коррозии Я все равно вот эти вот меры, ну, так скажем, применяю Все равно протираю, все равно мою нож После какого-то использования по продуктам Прежде всего это касается Вот, как-то так Ссылочки на официального дилера Кершел Само собой оставлю в описании к видеоролику Переходите, посмотрите, составьте свои впечатления Там будет актуальная стоимость Без каких-либо подделок Абсолютно 100% гарантированно Ну, потому что это у нас официальный дилер Вот, лежит в руке отлично Продолжение про молдони присутствует Вот такой, так называемый, пистолетный изгиб Есть и мне очень нравится И агрессивный изгиб ряющей кромки И по дизайну Ну, лично мне нож нравится Я просто люблю, в принципе, те дизайны Которые творит Дмитрий Сенкевич Я его очень-очень уважаю С того, что вот он делает Ну, мне, по крайней мере, реально Всегда, всегда его модели очень даже нравятся И даже, если я повторюсь по картинке Кажется, что, ну, ничего особенного Берешь в руки и говоришь Да, он на самом деле очень-очень Ну, талант Талант, безусловный Поэтому, обратите свое внимание Вот, получается, что, наверное, это самый доступный нож С дизайном от Сенкевича Соответственно, если вы хотели вот что-то такое попробовать Или вам нравился этот дизайн Но было как-то дороговато То, пожалуйста, для вас специальная версия получается Да, и, в принципе, я, честно говоря, не всегда уверен, что стоит переплачивать За, допустим, там, суперкрутую сталь Не всегда это чувствуется в реальной жизни Даже, скорее, редко это чувствуется Поэтому, конечно же, нажиман всегда хочет себе все самое лучшее Вот, но Здесь очень интересный баланс И учитывайте, что, например, вот этот нож стоит почти в два раза Даже в два раза дороже То есть, ну, по крайней мере, на момент съемки видеообзора Разница между ними практически двукратная Вот А здесь дизайн от Сенкевича И очень даже, очень даже все достойно Вот Большое спасибо всем, кто поддерживает своими лайками Всем огромной удачи Всем счастливо Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok